Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». «Здравствуйте, вы должны это увидеть, я пришлю файл», – позвонила ее бывшая подопечная Наташа. «Только поймите правильно, я не пытаюсь ничего разрушить». «Хорошо», – ответила недоумевающая Кира. «Не совсем понимаю, о чем речь. Сейчас все сами увидите», – сказала Наталья и отключилась. На телефоне звякнул сигнал о поступлении сообщения. Кира открыла файл и вздохнула. Это была фотография, на которой ее муж целовал за столиком в ресторане какую-то брюнетку. Она вздохнула и теперь понимала, почему Наташа была так встревожена. С ней она познакомилась пять лет назад. Наталья была одной из тех бездомных, которые оказались на улице по злой иронии судьбы. Девчонка из детского дома получила 18 лет квартиру от государства. А потом бездарно ее потеряла. Мошенникам доверилась. Наташа долго добивалась справедливости, но ей вполне профессионально заморочили голову. Девушка жила на улице около двух лет. Просила милостыню у храма, ночевала по подвалам и теплотрассам. Она еще не потеряла человеческий облик, но была близка к этому. И уже никому не верила. Но однажды Кира вместе с другими сотрудниками из фонда помощи бездомным традиционно выехала на раздачу еды. Была поздняя осень, холодало. Бездомных возле их вагончика становилось все больше. Многие спрашивали про теплую одежду. То и дело появлялись новые лица. Среди них Кира и приметила Наташу, которую толкали все, кому не лень. Она подозвала девушку. «Идите сюда, присаживайтесь, я налью горячего супа». «Спасибо», — задрожала юная бродяжка. «Вы такая добрая и красивая. Я Кира, а тебя как зовут?» Наташа почти прошептала тоненькая блондинка с красными обветренными руками и принялась жадно есть. Кира смотрела на нее с почти материнской теплотой. У нее самой подрастал семилетний сын, Лешка. А эта тоненькая девушка из-за своей худобы и общей бледности казалась подростком. Потом Наталья пришла снова. Ее уговорили пожить в приюте. А затем юристы фонда сделали невозможное. Вернули сироте ее законную квартиру. Нашлись законные способы. Счастливая Наташа вернулась домой. Ей помогли восстановить документы, прописаться, курировали ее около года. А потом отпустили в свободное плавание. Но с Кирой Наташа связь сохранила. Можно сказать, что они даже дружили, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет. И вот теперь та решила отплатить за сделанное добро. Кириного мужа Наталья знала в лицо. А вот в новом ресторане в тот день оказалось случайно. Начальник попросил исполнительную официантку выйти на подработку. Когда Артем прошел в зал с какой-то женщиной весьма легкомысленного вида, Наталья насторожилась. Она попросила коллегу обслужить гостей, А сама вскрылась с телефоном за зеленой стеной растений, украшавшей интерьер. Ей удалось заснять момент, когда Артем решил поцеловать любовницу. И она не стала молчать, чтобы прикрыть мужчину. Кира разглядывал присланный ей снимок. В том, что там был изображен ее муж, не возникало никаких сомнений. И то, что Артем посреди рабочего дня не управляет своим бизнесом, А таскается по ресторанам с любовницей, было ужасно обидно. Кира даже ощутила давно забытый укол ревности. Она начала вспоминать, когда же муж в первый раз задержался в офисе. В последние годы это уже стало обыденностью, А первое время она обижалась такому невниманию. Да и сын спрашивал, почему папа вечером не дома. Конечно, Кира давно уже не была счастливой замужней женщиной. Главным своим утешением она сделала работу. Их фонд помощи успешно совмещал финансирование из государственных и частных источников. За свою работу они отчитывались, получали новые гранты. Сама рано став самостоятельной, ведь мама умерла, когда ей было 19, Кира выучилась на социального работника. Затем получила образование психолога. С такими дипломами ей вполне можно было уже занять место начальника отдела, но на него находились другие желающие, имеющие своих покровителей наверху. Кира вздохнула. Давно пора было взглянуть правде в глаза. Ее муж изменщик, причем самого низкого пошиба. Но прежде чем с ним разобраться, она решила поговорить со свекровью. Та была мудрой женщиной, всегда готовой поделиться советом. Не второй мамой, но человеком, готовым выслушать. Кира никогда с ней не конфликтовала. И Анна Константиновна отвечала тем же. Домой Кира добралась поздно. Но она даже не надеялась застать там супруга. Артем уже не приходил даже ночевать. Лишь изредка заглядывал в спальню жены и то больше для того, чтобы что-то спросить или обсудить. А их сын, 12-летний Лешка, переживал непростой подростковый период. И вообще, сторонился родителей. В общем, ждать Киру было особенно некому. Анна Константиновна как раз пила свой вечерний успокоительный чай, когда на кухню вырвалась ее невестка. Кира бросила перед ней на стол распечатанный с телефона на принтере кадры. Артем на них был виден вполне отчетливо. Анна Константиновна, изучая снимок, на некоторое время замолчала. Потом спросила. «И что ты хочешь? Сколько заплатить, чтобы не было судов и раздела имущества? Договоримся сейчас полюбовно. Просто назови цену нашему спокойствию». «Я не знаю. Вообще пока не думал о разводе», – пролепетала изумленная Кира. «Вы думаете, сохранять уже нечего?» «А ты как считаешь?» – усмехнулась Анна Константиновна. «Вы и так давно живете, как соседи. Вот, смотри, столько хватит?» Свекровь протянула Кире листок бумаги с цифрами. Сумма выглядела заманчиво. Именно столько, даже чуть меньше, стоил домик на окраине города в хорошем зеленом районе. Его Кира нашла продающимся на одной из популярных досок объявлений в интернете. Распечатала себе и положила в ящик стола. Этот дом был воплощением ее мечты о тишине и покое пригорода. При этом в двух шагах была неплохая школа, где мог бы учиться Леша. А до Кириной работы прямо от того дома ходил автобус. В мечтах она уже готова была переехать, а на деле лишь отложила планы в долгий ящик. Рассчитывать на покупку не приходилось. Кириных накоплений хватило бы разве что на почтовый ящик или трубу от дымохода. Но никто ведь не запрещает мечтать. И вот на эту мечту здесь и сейчас ей предлагала свекровь деньги. Анна Константиновна сидела и смотрела на невестку. На лице Киры всегда легко отражались эмоции. Она не умела врать. И сейчас явно пребывала в своих глупых мечтах о счастье. «Так что, согласна?» – нетерпеливо спросила свекровь. «И не думай, что это подарок. Ты сегодня же или завтра утром съедешь из этого дома. Вместе с ребенком, разумеется. Деньги получишь после развода. И только в том случае, если не будешь ни на что претендовать. Никакого раздела имущества. Фирма остается в семье». «А как же Леша? Разве он не ваша родная кровь? Я бы хотела защитить интересы сына». Попробовала поторговаться Кира. «Или на моих условиях, или никак», – пояснила Анна Константиновна. «Подумай, это хорошие деньги. И ты их, как компенсацию, вряд ли получишь где-то еще». Кира кивнула. «Эта сумма действительно позволила бы им с сыном начать новую жизнь и ни о чем не думать. Купить тот самый домик». Мысленно она уже высаживала розы в саду, запирала калитку на ключ, но слух, конечно, ничего этого не сказала. Наоборот, подумала, что для Леши так будет даже лучше. Отец и бабушка его не слишком жаловали, а так мальчик будет избавлен от их обидных и колких замечаний. Утром она отправила сына в школу, сама созвонилась с подругой. Несколько недель они могли пожить у нее. Квартиранты как раз съехали, жилье готовилось к продаже. Сама подруга жила за границей, но предложила. «Возьми ключи у риэлтора. Кстати, заодно сможешь показывать квартиру покупателям, если эти сорвутся. Но вообще, через пару месяцев, ну, максимум, она будет продана. Понимаешь, там покупатели ждут встречный вариант, альтернатива, чтобы продать свою квартиру. В общем, сложная схема, но мне нормально, время терпят». «Я поняла». «Хорошо, спасибо, Вик», — ответила Кира. «А как там твоя Испания, муж Хорхи?» «Прекрасно. Смотрю на цветение апельсинов, радуюсь жизни и не собираюсь возвращаться. Кстати, я беременна. Можешь смело поздравлять?» — рассмеялась подруга. «За увеличением населения своей новой родины. А муж вне себя от восторга. Планирует минимум шестерых детей». «А я решила уйти от Артема», — вздохнула Кира. «Но очень рад за тебя. В нашем возрасте впервые рожать — это смело». «Да ладно, тут это нормально. Все карьеру делают, как сумасшедшие», — рассмеялась Вика. «А от мужа?» «Ну, правильно, что уходишь». «То, что Темка от тебя гуляет, знает весь город». «Мне вообще знакомые говорили, что им уже неловко». «Да уж, прекрасно. Все знали и молчали», — вздохнула Кира. «Видимо, рога у меня уже до небес». «Да не переживай», — откликнулась подруга. «Удачи в новой жизни. Сейчас кину риэлтору твой номер, договорить с ней обо всем». В обед Кира забрала ключи от квартиры Вики, потом встретила сына из школы. «Нам нужно собрать вещи. Некоторое время поживем в другом месте». «Мам, а вы чего, разводитесь?» — спросил Лешка. «Да ладно. Я думал, один в классе останусь из тех, у кого предки столько времени вместе». «Не надо так говорить», — попросила Кира. «Просто пришло время начинать новую жизнь. А говорить плохо о твоем папе я не хочу». «Мам, да никто и не собирался». «А как я в школу буду ездить? И на хоккей?» — забросала его вопросами Леша. «Сынок, давай мы эти темы обсудим, когда переедем. А пока просто собираем вещи. Мне еще на работу возвращаться». Поторопила его Кира. «Ты опять до ночи?» — уточнил Леша. «А приставку я забираю. Папе ведь она не нужна. И телек там хотя бы есть?» «Сам все увидишь», — пообещала Кира. До дома Вики они добрались быстро. Когда-то и у самой Киры была тут квартира. Но она ее продала, вложив деньги в угасавший тогда бизнес мужа. Это помогло. Артем снова поднялся. Но о том, чтобы выкупить квартиру жены обратно, речь не заходила. Кира просто осталась без нее. Это была еще одна бессмысленная жертва в костре их брака. Оставив сына на новом месте распаковывать сумки, Кира вернулась на работу. Она мечтала о том, как будет счастлива с Лешей в новом доме. И даже не думала о реальности. А та была достаточно сурова. Вечером Кира все же немного поплакала в подушку, а потом уснула. Эта квартира была так похожа на ту, где выросла она сама. Но прошлого было не вернуть. Следующие недели пролетели как в тумане. Леша закатил ей скандал, когда стало ясно, что хоккей придется бросить. Кириной зарплаты на такое дорогостоящее увлечение просто не хватало. Сын даже грозился уйти жить к отцу. Но она пропустила это мимушей. Артем за все это время ни разу ребенком не поинтересовался. Ему вообще было плевать на него. У Артема в разгаре был бурный роман с дочерью мэра города. И он уже метил зитья к чиновнику высокого уровня. И даже в суд на развод с женой подать успел. Пока Кира грезила своим будущим домом, муж и свекровь готовили ловушку. Конечно же, они ничего не собирались ей платить. Все договоренности были нужны лишь до суда, чтобы Кира не успела к нему подготовиться. Зато сама свекровь наняла армию юристов, которые успели подготовить множество документов. Как реальных, так и подложных. Среди них было свидетельство о рождении ребенка. И по нему выходило, что Алеша вовсе не сын Артема. Якобы появился он на свет вне брака. Конечно, серьезную проверку этот документ может и не прошел бы, но в распоряжении адвокатов он был. И вот состоялся суд, где Кира сама отказалась от имущества и раздела собственности. Она вообще ничего не требовала. А Артем просто ликовал, слушая этот наивный лепет бывшей жены. Когда Кира дала согласие на все, что им требовалось, в ход пошли новые аргументы от адвокатов. Кира и сама не поняла, как Артем вдруг оказался не отцом ее сына. Но документы были приняты судом. Развод состоялся, а она осталась без всего. И вдруг отчетливо поняла, что денег ей тоже никто не заплатит. После заседания Кира стояла под накрапывающим дождем. Ждала Артема, чтобы поговорить, но тот прошел мимо, даже не взглянув на бывшую жену. Возле красивого шикарного автомобиля его уже ждала яркая молодая брюнетка. Кира попыталась набрать номер свекрови, но не преуспела. А тут еще и Вика позвонила, сообщив, что квартира наконец продана и нужно поскорее освобождать. Кира даже заплакала от бессилия. На работе, вместо того, чтобы заниматься делами, она одно за другим листала объявления о сдаче квартир. Звонила, писала, уточняла условия. Где-то просили огромный аванс, по других местах хозяев не устраивало наличие ребенка. С трудом Кира нашла убогую квартирку, которую хозяин согласился сдать ей втридорога, но прямо сегодня и без огромного аванса. Разумеется, Лешку новость о грядущем переезде не обрадовала. Но я только тут привык. И вообще, почему нельзя вернуться к папе? Алеш, мы развелись. Теперь по документам он вообще к тебе отношения не имеет, ответила Кира и заплакала. А ты меня так и будешь теперь, как сумку таскать по разным квартирам? Вспылил сын. И что вообще понесло тебя разводиться? Мы теперь нищие. Из старой школы я теперь уйду, да? Тебе платить за нее нечем. Отлично, год проходит, просто супер. Спасибо, мама, за мое счастливое детство. Кира зарыдала в голос. Сын помедлил, но все же бросился утешать маму. А она оплакивала свою загубленную жизнь, планы и мечты. И поражалась коварству бывшего мужа и свекрови. Они так легко обвели ее вокруг пальца. К ночи на такси семья перевезла вещи и покинула навсегда гостеприимный дом Вики. Наплакавшись, Кира решила сосредоточиться на работе. Та всегда ее выручала в самые сложные времена. Но сейчас и тут все было не так просто и гладко. Пока она решала свои проблемы, в фонде сменили руководство. На место прежней начальницы пришел Виталий. Хваткий молодой человек, сразу решивший все изменить. А что это вы в рабочее время отсутствуете? Сразу накинулся он на Киру. Я лично до конца месяца прослежу, чтобы вам заплатили только за отработанное. Хорошо, если вам это так важно, сказала она. Кстати, скоро холода. У нас в этом году будут кухни для бездомных или только ночлежки? Лучше вложимся в рекламу, заявил Виталий самодовольно. Я видел сметы. Вы тут слишком много тратите на бомжей и прочих маргиналов. Как по мне, чем больше их не станет зимой, тем меньше у нас проблем. Отличный подход для директора благотворительной организации, ответила Кира. А это не вам решать, огрызнулся Виталий. Мне перед спонсорами в конце года за бюджет отчитываться. И ночлежка хоть как-то позволит это сделать. А ваши обеды и раздача поношенных вещей на имидж организации никак не влияют. Или вы думаете, я сам буду стоять и раздавать им порции супа? Ну, вообще-то в этом и состоит смысл нашей работы. Но вам, я так понимаю, это незнакомо. Поучите меня еще. Первая в очередь на увольнение встанете. А может быть, и счета проверим. Вдруг там перерасход. Пообещал ей Виталий и удалился в свой кабинет. Коллеги сочувственно смотрели на Киру. Все знали, что она пережила не самый легкий развод. Но хамство этого нового начальника вообще было запредельным. Кира же после такой отповеди начала более внимательно отслеживать все движения средств. И заподозрила, что часть денег и довольно солидную Виталий уводит налево. Но доказать это и поймать его за руку не могла. И просто продолжала беспомощно следить, как вместо помощи людям, которые в этом нуждаются, в их фонде начинает процветать коррупция и надувательство. Обо всем этом она могла поговорить только с одним человеком. С той самой Натальей. С момента развода с мужем Кира очень сблизилась с бывшей бродяжкой. Девушка видела с ней почти каждый день. Подружилась с Алешей и часто приносила ему что-то вкусненькое с работы. — Ох, спасибо, Наташа, что ты нас не бросаешь, — благодарила ее Кира. — Я бы вообще с ума сошла, если бы не ты. — Да ладно, по большому счету из-за меня вся эта каша изварилась, — задумчиво ответила ей Наталья. — Могла бы промолчать, а так ты развелась, да еще и на работе пропустила такие большие перемены. — Ну нет, я бы все равно развелась, — усмехнулась Кира. — Просто я не с такими огромными потерями, как сейчас. А вообще, знаешь, не стоит переживать. Бывший муж меня сейчас волнует куда меньше, чем дела на работе. Понимаешь, этот Виталий, он же чей-то брат или сват, потому и наглый такой. В работе благотворительный вообще ничего не понимает. И нам всем еще указывает, что и как делать. — Да уж, ну остается надеяться, что ему быстро это все наскучит, — вздохнула Наталья. — Ты прямо вся извелась. — Ах, сердце не на месте. — Наташ, сможешь завтра встретить моего Алешку после школы? У них там какие-то мероприятия, поздно поедет. Одного боюсь отпускать, хотя он и большой уже. — Конечно. А если раньше освободиться, пусть приходит ко мне в ресторан. А потом вместе отсюда поедем и тебя дождемся. — Спасибо, ты настоящий друг, — улыбнулась Кира. — Слушай, а как у тебя дела с твоим бесплодием? Решилась на ту процедуру, о которой рассказывала? — Да, но делают только платно. Вот сейчас как раз коплю на нее. Сама понимаешь, сил уже больше нет слушать от мужчин упреки, что у нас не получаются дети. Знаешь, мне уже не так много осталось собрать. Сложнее выходной получить. Врач говорит, надо несколько дней отлежаться потом. Может быть, плохо. — Ничего, у тебя точно все получится, — успокоила Кира. — Главное верить. Хотя в моем случае это не показатель. Я вон, свекрови поверила. Они крепко обнялись, а потом Кира проводила Наталью до остановки. На душе у нее было тепло от осознания, что у бывшей бродяжки все получилось. Она выкарабкалась из своей ямы, а значит, шанс есть и у Киры. На следующий день выдали зарплату. Как и обещал, Виталий постарался вычесть у нее как можно больше часов. И теперь она со слезами на глазах смотрела на расчетный листок. Этих денег не хватало даже заплатить за квартиру, не говоря уже о чем-то больше. Кира ругала себя за очередную глупость. Ведь можно было промолчать, не нарываться на ссору с начальством. Глядя на ее слезы, коллега сказала. — Послушай, ну может стоит все же заново начать судиться с бывшим мужем, а? Почему ты так просто позволила ему все отобрать? — Ой, Лика, да я даже лицо его видеть не могу. Как вспомню ту самодовольную хмылку, когда он из суда выходил. — А как еще он должен был себя вести, если ты спокойно дала над собой издеваться? Нужно бороться, ради себя, сына, а не слезы лить по поводу и без. Ты взрослая женщина, вот и ответь ему достойно. — Ой, да не хочу я снова лезть в это, — отмахнулась Кира. — Понимаешь, просто страницу перевернула и все. Пусть живет, как хочет, я тоже как-нибудь справлюсь. — У тебя вообще-то ребенок, и каждый день, наверное, есть ему нужно, — ответила Лика. — Подумай. Но вскоре Кире стало вообще нет размышлений. Новый начальник взялся за нее всерьез. Он решил испортить жизнь той, кто посмела ему возразить, и теперь старательно выживал ее из коллектива. Как-то вернувшись с обеда, Кира застала Виталия копающимся у нее в компьютере. — Что вы делаете? — поинтересовалась она. — Зачем залезли? — Он не ваш личный, между прочим, Кира Александровна, а принадлежит нашей организации. И работать на нем может кто угодно. Или вы считаете себя особенной. А может, там прячутся какие-то секреты? — поддевал начальник. — Знаете, наверное, стоит провести более детальную проверку. — Как хотите, — беспечно ответила Кира. — А сейчас дайте, пожалуйста, поработать. Она не знала, что Виталий установил на ее компьютере программу удаленного доступа, и теперь мог вносить изменения в любые документы и файлы. Чем он охотно и занялся, постепенно имитируя хищение средств фонда? Разумеется, деньги уходили на подконтрольные ему счета. А выглядело все так, будто крадет их Кира. Через месяц, подготовив почву, Виталий вызвал ее к себе в кабинет. Там же присутствовали спонсоры и руководители фонда. — Итак, Кира Александровна, мы провели внутренний аудит и выяснили, что именно вы уводите деньги со счетов. Не хотите вернуть их добровольно? — поинтересовался ухмыляющийся Виталий. — Очень интересно, — ответила она. — И что я украла? Скрепку? Блокнот? — Почти два миллиона за последние годы, — ответил ей Виталий. — Вы серьезно? — поинтересовалась Кира. — И, наверное, поэтому я живу на съемной квартире с потрескавшимися стенами и не могу позволить себе купить новые колготки? Кира Александровна, — вмешался один из спонсоров. — Мы его ценим и разделяем негодование, но факты говорят сами за себя. Деньги выводились с вашего компьютера. Кира все поняла. Она смотрела на Виталия, а тот ухмылялся, глядя ей прямо в лицо. — Вы же понимаете, что работать здесь больше не можете. А я, как руководитель, конечно же, буду добиваться возбуждения уголовного дела. С рук вам эта выходка точно не сойдет. Поедете шить варежки. Кире даже не дали забрать свои вещи, а ее сумочку на выходе обыскал охранник. В слезах она обрела к автобусной остановке. Предстоял трудный разговор с сыном. Теперь им было негде и не на что жить. Кира чувствовала, как слезы заливают глаза. Но ничего не могла с этим поделать. Она села в автобус, едва не проехала свою остановку. Вышла и побрела к дому. По дороге ее нагнала Наталья. — Кир, я кричу, а ты меня совсем не слышишь. — Ой, что это с тобой? — Меня вышвырнули. — Рыдая, — произнесла она. Несмотря ни на что. Поверили этому самодовольному хлыщу, а не мне. Столько лет эти люди меня хорошо знали. Улыбались, бывали у нас в гостях. А сегодня смотрят и говорят, что я преступница. Украла два миллиона у них из фонда. Ну как так, Наташ? А еще пугают меня тюрьмой. В случае чего Алеша просто останется один. И во всем виновата только я. — Кир, ну перестань. Нужно бороться. Пыталась утешить подругу Натальи. — Да как? Он даже компьютер мой взломал и что-то поменял в нем. — ответила та. — Нет. Эту битву я, похоже, тоже проиграла. Наташ, ну почему все так? Еще полгода назад я была просто обычным счастливым человеком. А сейчас разваля, на которой все время рыдает. — Так, перестань реветь и послушай меня. — попросила Наталья. — Ты не знаешь, но у нас, тех, кому помог фонд, и ты, есть свое сообщество. Мы общаемся, переписываемся. Так вот, напишем обращение и потребуем провести проверку прокуратуры в вашем фонде. Расскажем, какой ты человек и как тебя болгал этот Виталий. А там посмотрим, будет ли результат. Молчать и складывать руки точно нельзя. — Ох, спасибо. Устала, сказала Кира. — Теперь надо как-то поговорить с Лешей. То мы бездомные, безработные. Бедный сын. Столько потрясений сразу из-за непутевой матери. — А до какого числа у тебя квартира оплачена? — спросила подруга. — Послезавтра надо платить или съезжать. — вздохнула Кира. — А мне нечем. Денег слишком мало. Вообще не понимаю, как я до всего этого докатилась. Без работы, без денег, без нормального будущего. Так, не переживай. Идем паковать вещи. С работой тоже что-нибудь придумаешь. Например, можно к нам в ресторан. Всегда нужны мойщицы посуды. Хоть что-то заработаешь и сыта будешь. Они пошли к Кире, собрали вещи. Сын был рад переехать к Наташе. Она жила ближе к его школе и старому району. Да и вообще, казалось, куда более простой и веселой, чем его строгая и вечно загруженная проблемами мама. Переезд и перевозка вещей занимали Лешку. Хотя он понимал, мама не говорит всей правды. Их положение, видимо, совсем плохое, раз приходится принимать помощь бывшей братяшке. Кое-как устроились спать. Леша на раскладушке на кухне, женщины вдвоем на диване. Кира, наплакавшись, довольно быстро уснула. А Наташа лежала и думала, как причудливо порой складываются судьбы. Когда-то она просила о помощи, да даже и не просила, но получила ее. А теперь ее бывшая благодетельница Кира, которая всегда казалась такой сильной и успешной, оказалась на пороге продяжничества. На следующий день Наталья позвонила оставшейся доме подруге. «Так, жалобу в прокуратуру мы уже отправили. А ты давай, собирайся, на работу. Я договорилась, будешь мыть у нас посуду. Потом, может, санитарную книжку сделаешь и будешь официанткой». «Наташ, спасибо тебе огромное. Только и смогла вымолвить Кира. Сейчас приведу себя в порядок и примчусь». Месяц она проработала на испытательном сроке. С бывшей работы новостей пока не было. Возможно, Киру просто не смогли найти, ведь прописана она-то была еще в доме бывшего мужа, а может, еще какие причины. Но зато на новом месте стоило оформить санитарную книжку, все пошло прекрасно. Хозяин ресторана был доволен исполнительной и вежливой сотрудницей. Единственное, что ему не нравилось, Кира и Наталья начали потихоньку подкармливать остатками еды бездомных в конце дня. «Девушки, это что такое?» Удивился он, увидев их с половниками и одноразовой посудой. «Что за антиреклама заведения? Толпа бездомных у порога точно не привлечет к нам богатых гостей». «Камиль Маратович, но ведь еду-то выбрасываем. Жалко, они тоже люди. И ничего плохого нам не делают», — тихо сказала Наташа. «Ладно», — сменил гнев на милость владелец. «Только открывайте эту полевую кухню на заднем дворе, а не у парадного входа, а то разорите нас. Мама всегда говорила, что я пострадаю когда-нибудь за свою доброту». Наташа и Кира, переглянувшись, тихо улыбнулись. Они понимали, все будет хорошо. Но как-то, выходя в зал принимать заказ, Кира заметила за одним из столиков бывшего мужа. Он сидел уже с какой-то новой девицей и вполне по-хозяйски ее тискал. Кира подошла к их столику, Артем оторопел, но быстро пришел в себя и сделал заказ. Кира тоже долго отходила на кухне от шока. Ее трясло, пальцы не слушались, а бывший муж поглядывал в сторону кухни и ухмылялся. Получив готовые блюда, она понесла их к столику. И рука дрогнула. Горячий жирный суп вылился прямо на любовницу. Та завизжала, поднялся скандал. В зал выбежал хозяин ресторана. «Что произошло? Что за критик, что за паника?» – расспрашивал он гостей. «Ваша официантка опрокинула на мою девушку горячий суп. И я уверен, что сделала она это нарочно», – утверждал Артем. «Мы будем требовать компенсации». «Мое платье. Пусть эта стерва за него заплатит. И за туфли, и за моральный ущерб». Вопила девица на весь ресторан. «Вы только посмотрите, она еще стоит и ухмыляется». «Ты уволена», – повернулся Камил Маратович Кире. «Иди собирай вещи». Кира молча ушла. Снимая униформу, она грустно подумала о том, что проблемы теперь могут возникнуть и у Наташи. Такого она точно не хотела. Кира шла по улице к дому подруги и корила себя за эту маленькую месть. Конечно, ничего, кроме морального удовлетворения, это не принесло. Но она вспомнила лицо бывшего мужа и его пассии. И от этого становилось немного легче. А вечером пришла Наташа. Конечно, она была сильно расстроена, но не винила в этом Киру. Более того, сказала. «Надо было на уши твоему бывшему эту тарелку надеть. Я так считаю». «А у тебя теперь проблемы из-за меня?» вздохнула Кира. «Прости, пожалуйста, я не хотела, не подумала, просто поддалась эмоциям». «Да, мне повар Эльдар сказал, что на себе лица не было», усмехнулась подруга. «Я вот только жалею, что своими глазами этого не видела, а снять видео никто не догадался. Но на самом деле даже Камиль не сильно гневался. Он твоего бывшего страсть как не любит. Тот очень скандальный гость, поэтому ты сильно-то не переживай». «Мне толком от начальства ничего и не перепало. Так, легкое замечание. Но вот ты, подруга, опять у нас без работы». «Да уж, как-то об этом я вообще не подумала», вздохнула Кира. «Рискнула, отомстила, а теперь сижу и жалею». «Да не переживай», — ответила ей неунывающая Наташа. И так уже наворотила дел. «Лучше давай-ка снова на своего бывшего в суд подавать. И пусть он, наконец, заплатит по счетам». «Ну, не как обычно, а в полной мере». «Поняла меня?» «Хватит жалеть эту семейку кровопийц». «Да, хорошо», — вздохнула Кира. «Похоже, другого выхода просто не остается. Судьба явно дает понять, что придется вернуться к прошлому и что-то в нем исправить». И на следующий день она действительно поехала подавать иск. Это было лучше, чем просто сидеть и ждать. На восстановление справедливости в фонде, которым она так дорожила, Кира уже не рассчитывала. Однако, еще до жалобы, написанной Натальей и другими бывшими подопечными этой организации, прокуратура уже вела свое расследование. Виталий был в разработке, но это не афишировалось. А теперь они получили сигнал о том, что пора дать делу ход. Слишком много жадных людей превратили эту благотворительную организацию в личную кормушку для себя. На дело поставили одного из самых талантливых и перспективных следователей. Он уверенно шел к вершинам карьерной лестницы и еще не проиграл ни одного дела. Звали этого следователя Вячеславом Игоревичем. И знакомство с ним Виталию очень не понравилось, потому что начал следователь с того, что опечатал офис организации и все компьютеры, а потом привлек к работе подразделения по борьбе с киберпреступлениями. Наивные надежды Виталия на то, что ему легко удалось замести следы своего вмешательства в документы Киры, довольно быстро рухнули. «Ну что ж вы так неосторожно», — пенел ему следователь. «Просто взяли и оставили себе удаленный доступ. Даже не убрали его. Да уж хакер из вас, Виталий, совершенно никчемный». «Да я же не для себя. Меня заставили», — лепетал в ответ Виталий. «Это все те самые люди, которые меня сюда назначили. Ну вы понимаете, из верхов. Я действовал исключительно по их указаниям». «Ну конечно, вам и ума не хватит такую схему придумать», — хохотнул Вячеслав Игоревич. «Сразу же видно. Ну что, будем сдавать подельников?» «А будет за это какое-то снисхождение», — поинтересовался бывший босс у следователя. «Ну да, орден вам выдадим», — рассмеялся Вячеслав. «Вы не на базаре. Хватит торговаться. Сами себе только жизнь усложняете». Проверка дел фонда вскрыла немало проблем. Вячеслав Игоревич был человеком деятельным. Он поднял историю за последние несколько лет, проверил переводы, отчеты, отыскал каждую копейку. В этой работе ему активно помогали и сотрудники, далеко не все из которых были коррумпированы как начальство. Они посоветовали привлечь к делам Киру. Вячеслав Игоревич позвонил ей лично. «Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. Мы проводим аудит в фонде, и все ваши бывшие коллеги как один уверяют, что никто лучше вас не разбирается». «Знаете, я же была уволена, и вообще-то не верю, что справедливость будет восстановлена», — ответила Кира. «Извините, вряд ли я буду полезна». «Кира Александровна, а давайте я буду решать, кого и на каком этапе привлекать к расследованию», — ехидно заметил Вячеслав Игоревич. «Ну что мне вас, повестку в кабинет, что ли, приглашать?» «Нет, не надо», — улыбнулась друг Кира. «Когда подъехать?» «Только вы встретите меня у входа, а то в прошлый раз пришлось сумку отдавать на досмотр». «Ну, такого-то точно не будет», — пообещал ей Вячеслав. «Я же вас уже всесторонне проверил. И даже доказал, что никаких хищений не было. Виталий ваш тот еще фрукт. Ума у него, правда, маловато. Так что скрыть улики этот персонаж не догадался». Вячеслав Игоревич и правда встретил ее, а еще сразу расположил Киру к себе широкой и открытой искренней улыбкой. Довольно быстро они перешли на «ты». И начали общаться легко и непринужденно, но все же больше о делах. Пережив многократное объятие со всеми бывшими коллегами, Кира была вызвана в кабинет начальства. Конечно, теперь она была здесь не по их приглашению, но пошла послушать, что ей хотели сказать. А в кабинете владельца фонда действительно было многолюдно. С ней громко и уверенно заговорил какой-то чиновник которого Кира раньше видела только по телевизору. «Кира Александровна, хотим принести вам свои извинения», произнес этот важный мужчина. «Все доставленные неудобства будут компенсированы. Мы отменяем приказ о вашем увольнении. Считайте, что это был отпуск. Его вам, разумеется, оплатят полностью. А еще предлагаю должность начальника отдела. Она как раз вакантна. А с вашим опытом и квалификацией справиться с работой будет несложно. «А потом снова передумайте», — сказала Кира. «Нет, что вы. Сами понимаете, у фонда сейчас сложный период. Нам очень нужны преданные делу энтузиасты», — сказал ей чиновник, представившийся Андреем Андреевичем. «Хорошо, но у меня условия», — сказала Кира. «Финансирование нужно вернуть на прежний уровень. А еще нужен транспорт. Людей на улицах нужно кормить и давать им шанс на выживание, а не уничтожать последнюю веру». «Я полностью с вами согласен, Кира Александровна. Принимайте дела, потом звоните, все решим. Вот тут мой прямой личный телефон», — протянул Андрей Андреевич свою визитку. «Спасибо, я обязательно позвоню», — пообещал и Кир. «А теперь и правда пойду принимать дела». «И в бухгалтерию загляните», — посоветовал ей один из спонсоров. «Мы вам там материальную помощь выделили. Вы же и сами по нашей милости оказались в сложной ситуации». Кира шла по коридору, не скрывая счастливой улыбки. Кажется, теперь она сможет в полной мере отплатить Наташе за все ее добрые дела. В бухгалтерии ей выписали приличную сумму. Потом вернулась на свое рабочее место и продолжила помогать следователю разбираться с тем, что наворотил в документах ее предшественник. Даже несмотря на то, что она неплохо ориентировалась в делах фонда, ей понадобилось не меньше недели, чтобы принять все дела. За это время они с Вячеславом сильно сблизились. «А скажи мне, как юрист», — попросила она однажды, «почему суды рассматривают дела вот так? Ведь в моем случае все было очевидно, а суд не встал на сторону матери с ребенком. Зато моего бывшего там чуть ли не превозносили». «Ну, разные ситуации бывают. А что у тебя сейчас с судами?» — спросила ее Слава. «Помощь какая-то нужна». «Ну да, может, посоветуешь толкового адвоката?» — попросила Кира. «Ну, невозможно никого нормального найти. Свекрой с бывшим мужем, кажется, всех перекупили». «А зачем тебе адвокат? Бери прокурора», — ответил ей со смехом Вячеслав. «На самом деле я юрист, и могу представлять твои интересы. Ну, если, конечно, сама захочешь этого». «Ну, лучше и придумать, похоже, нельзя», — обрадовалась Кира. «А ты что, сможешь во всем разобраться?» «Кир, да ради тебя. Я даже стрясу с бывшего неплохую компенсацию морального вреда, если захочешь», — просто ответил Вячеслав. «Кстати, может, после трудной работы сходим в кафе или в кино, просто разведиться». «Хорошо, только давай сначала все же разберемся с моими делами судебными. Хочется побыстрее забыть об этих людях и двигаться дальше». «Так и будет», — пообещал Вячеслав. «А вообще, ты мне очень нравишься». «Слав, тебе сколько лет?» — вспыхнула Кира. «Мне вот уже 35». «А мне 30, и лично меня возраст не смущает». Переезжать от Наташи Кира пока не спешила. И уже дала подруге денег на процедуру, которая так была ей необходима. Наталья легла в частную клинику. Она очень волновалась за результат. И теперь уже Кира подбадривала и поддерживала подругу. Да и на работе была в рал. Уволили и даже арестовали не только Виталия, но и целую группу его подельников. В офисе благотворительной организации то и дело проходили обыски, выемки документов, опросы свидетелей. Отдел кадров не успевал за всеми изменениями в штате. А Кира еще и проводила параллельно собеседование с новыми соискателями. В общем, было непросто. Тем временем, бывшая свекровь вдруг осознала, что Кира начала новый этап борьбы с ними. Анна Константиновна была в ярости от такой наглости невестки. Она тут же позвонила своим юристам. Но те заверили, что беспокоиться не о чем. Ни один приличный адвокат в городе Киру защищать не пойдет. А с остальными у нее просто нет шансов что-то отсудить. Но почему-то Анну Константиновну это не успокоило. «Вечером дома у камина?» Она сказала Артему, который в это время активно переписывался со своей новой пассией. «Знаешь, думаю, Кира что-то затеяла. Не зря она настолько обнаглела. Нужно быть осторожней. Не забывай, отвергнутые женщины всегда самые мстительные и жестокие». «Это ты по себе судишь, мам?» Спросил Артем. «Не стоит. Я же знаю Киру. Она опустившаяся и сломленная женщина, которая постоянно плачет. Работает то ли официанткой, то ли посудомойщицей. В общем, она нам точно не соперница». «А почему тогда подала в суд повторно?» Задумалась Анна Константиновна. «Может, надоумил кто?» «Точно. Девка эта ее, блаженная, которая бродяга была». «Ой, да перестань строить теории заговора. Все в порядке. Просто у Киры кончились деньги. Вот она и решила нас немного подоить. Вы, женщины, очень предсказуемы. Ведете себя одинаково». «Ну, хорошо, если так», — отозвалась мать. «Тебе, наверное, лучше знать». Артему к тому времени уже надоело постоянное вмешательство матери в его дела. Поэтому в ответ на ее слова он просто огрызнулся. Сейчас у него была новая цель — дочь богатого столичного бизнесмена. Он долго и аккуратно ее обхаживал и теперь готовился пожинать плоды своих трудов. Мать с ее теориями заговора в эту идеальную картину не вписывалась и вообще могла испортить все дело разговорами про суды с бывшей. А через три недели состоялось и само заседание. Конечно же, на него Артем и Анна Константиновна заявились целой сворой лучших адвокатов. Те вели себя нагло, высокомерно. Но ровно до тех пор, пока не прозвучало имя защитника Киры. Адвокаты были в недоумении. Наконец, самый старший из них распрощался и первым расторг договор с клиенткой. Его примеру последовали и другие. Вдогонку последнему своему защитнику Анна Константиновна прокричала. «Что же вы бежите, как крысы с тонущего корабля? Может, расскажете, что случилось?» «Все просто», — ответили ей. «Этот парень не умеет проигрывать, а иметь его во врагах я вообще никому не пожелаю», — ответил адвокат. «Если хотите, можете попытаться выиграть суд, но я бы на это не ставил». Алла Константиновна и ее сын в ярости прошли в зал судебных заседаний. Дело начали слушать. И тут все козыри, которые бывший муж Кир и его мать считали важными, вдруг посыпались, словно стены карточного домика. Обнаружились и подложные документы, и вообще, многое из того, что Артем предпочел бы скрыть. Например, то, что он изменял жене все годы их брака. Суд Артема и Анна Константиновна с треском проиграли. Кира получила даже больше, чем рассчитывала. Приличные алименты на сына, а еще половину фирмы и дома. Свою долю денег с банковских счетов. Рассчитывая на выигрыш, Артем даже не стал прятать активы. И теперь все они были перечислены и арестованы. Сбешенная Анна Константиновна поджидала бывшую невестку и ее защитника возле зала суда. Она набросилась на Киру и Вячеслава. «Ничего не отдам. Где ты его только нашла? Ишь, какой умный! Всех решил обойти. И сразу на богатенькой женишься, да? Видала я, как ты на Киру масляными глазками смотрел». «Алла Константиновна, вы бы вели себя поспокойнее, а то люди оборачиваются». Напомнила Кира бывшей свекрови о правилах приличия. «Ты нас догола раздела. Ободрала, как липку, и не поморщилась». Продолжала вопить Анна Константиновна. «Ненавижу стерву. Ничего не отдам. Ни копейки. И сыну запрещу. Столько лет бизнес выстраивали. И теперь запросто так его тебе отдать?» Анна Константиновна. «Я вам напомню, что ничего бы этого не случилось, если бы вы действительно сдержали свое обещание. Но кто-то пожелал решать проблему иначе. Что, не вышло сына обезопасить от алиментов? Вот только внука вы не увидите. Он ваши фокусы лучше и быстрее меня видит и распознает. И даже слыша теперь ничего не хочет об отце с бабушкой». «А, это все ты нашего мальчика кровиночку родную настроила», – завопила Анна Константиновна. «Вот такие сейчас матери. Готовы все на свете сделать, чтобы ребенок родню не видел». Кира просто развернулась и ушла. Дальше слушать этот поток мыслей она не собиралась. Вячеслав, окрыленный победой в суде, тут же предложил. «Идем, Наташа, на ресторан. Расскажем новости, а заодно отметим грандиозные события. А потом я Лешку из школы заберу». «Знаешь, у меня ощущение, что ты моего сына воспитываешь с рождения. Бывший муж с ним столько времени и за всю жизнь не провел, сколько ты за неполный месяц». «Ну, у тебя такой классный пацан растет», – рассмеялся Слава. «Я бы точно хотел себе такого сына». «А вообще, Кир, как насчет обещаний? Ты ведь получила все, что хотела?» «Да, Слав», – ответила Анна. «И знаешь, можешь приглашать меня уже в кино, в театр и даже на футбол. Сидеть дома, страдать и плакать я больше не хочу. Но самым лучшим подарком будет, если ты поедешь со мной раздавать еду бездомным. «Знаешь, наверное, это мое призвание. Но ничего не могу с этим поделать. Просто хочу быть полезной всем». «Это здорово», – улыбнулся Вячеслав. «Да если нужно, готов хоть каждый вечер стоять с тобой и поварешкой в нашем фургончике. Конечно, и когда работу будет позволять. Сама понимаешь, рабочие часы у меня ненормированные». Наталья пришла принять у них заказ. А когда Слава ушел встречать Лешку из школы, подсела к подруге. «Ну что, получила своего классного парня?» «Ох, Кира, я тебе даже немного завидую. У Славки даже уши от счастья светятся, когда он на тебя смотрит». «Да ладно», – расхохоталась подруга. «Но он, правда, хороший. И сына моего, похоже, полюбил. Они здорово ладят. Сейчас решим вопрос по разделу имущества, и я, наконец, от тебя съеду». «Да ладно, привыкли уже жить бок о бок», – рассмеялась Наташа. «Кстати, а что у тебя в итоге по врачам?» – спросила Кира. «Сказали, беременность возможна, хотя и чуть сложнее будет ее дождаться, чем другим женщинам. Но, в общем, нельзя терять надежду. Когда-нибудь я стану мамой». Но переезд в жизни Киры и Леши случился раньше, чем они ожидали. Их забрал к себе Вячеслав, заявивший, что уже давно готов к семейной жизни. Они с Кирой подали заявление в ЗАГС и вскоре расписались. Параллельно с этим, бывший муж пытался скрыть свое имущество и вообще сбежать из страны. Но ему и так светил вместе с матерью срок за подделку документов, поэтому сбежать не удалось. Более того, предприимчивого Артема арестовали, чтобы он снова не решил всех перехитрить. С новым замужеством Кира словно обрела второе дыхание. Ее красноречие так вдохновляло спонсоров, что деньги потекли рекой. Они выкупили и обустроили еще одну ночлежку. Затем отдельный дом для женщин с детьми. Настоящее убежище, в котором было все необходимое. Кира чувствовала себя счастливой. И была просто обязана поделиться этими чувствами с другими людьми. В один из дней на порог их офиса прибежал взволнованный бывший бродяга. Теперь он работал дворником в большом торговом центре. Это был мужчина с инвалидностью, немой. Поэтому легко объяснить, что происходит, он не мог. Но отвел Киру, который пытался обратиться к мусорным контейнерам на задворках магазина. Там, на асфальте, лежали два кулька, завернутые в одеяло и тихонько кряхтели. Детей забрали, занесли в магазин, вызвали скорую полицию. Двойняшки лежали у Киры на руках, не затихая ни на секунду. Она смотрела на них с болью и жалостью. Нерадивую мать, бросившую младенцев, так и не нашли. А вот бдительному дворнику выписали премию. Только благодаря его стараниям дети остались живы. Дома Кира рассказала обо всем Славе и Лешке. Сын спросил ее. «Мам, если эти дети никому не нужны, может, мы их себе заберем?» «Возможно. Но вообще это не так просто. Нужно бумаги собирать, доказывать, что мы готовы воспитывать этих малышей, и только потом, возможно, их отдадут». «Так чего ж вы сидите? Заполняйте!» – разволновался Лешка. «А я ведь скоро вырасту, и вам скучно будет». «Да уж, с двойняшками точно не соскучишься», – расхохотался Вячеслав. Позвонил в больницу. Говорят, обошлось даже без переохлаждения. Спасибо тому дворнику. «А почему он детей сразу с асфальта не поднял?» Испугался. Они ведь сначала молчали. Подумал, какая-то глупая шутка с куклами или ролик снимать с розыгрышем. Но все равно ко мне побежал. На случай, если ошибся. «Да, хороший человек», – кивнул Слава. «Ну, лично я готов к сбору документов для пополнения в нашей семье. И еще, если вы не знали, это девчонки. Соня и Тоня. Их так в больнице окрестили». «А что, хорошие мина, уютные такие», – улыбнулась Кира. «Я тоже согласна. Давайте попробуем». Несколько недель девочки провели в больнице. За это время Кира и Вячеслав успели прослушать лекции о приемном родительстве. Накупили разных вещей для малышек, а еще каждый вечер проводили у них в больнице. Наконец, детей разрешили забрать под опеку, а впереди было удочерение. В предвкушении этих новых перемен Кира счастливо улыбалась. Она понимала, что просто не будет, но искренне хотела попробовать помочь этим маленьким детям. Пока Вячеслав и Кира размышляли о том, как им обзавестись сразу двойней, Наташа продолжала работать в кафе. Каждый вечер она продолжала выносить бездомным остатки еды. И однажды обратила внимание на парня, который стал иногда приходить с их привычными посетителями. Это был очень худой молодой человек, с белокурыми кудрями, чистым высоким лбом и идеальной кожей. Заметив его в очередной раз, Наташа подозвала парня к себе. «Здравствуйте, я Наталья, а вас как зовут?» Поинтересовалась она у новенького. «Петр, Петя», — ответил молодой человек и покраснел. «Вы не подумайте, я готов отработать, даром хлеб есть не стану». «Да перестаньте вы», — рассмеялась Наташа. «Когда-то я точно так же жила на улице, а потом чудесным образом обзавелась домом и друзьями, а еще любимой работой». «Да, вдохновляющая история», — улыбнулся Петр. «А я вообще-то иногородний. Просто дома делать совсем нечего. Последний сарай отчим и тот сжег. И прописка у меня чисто формальная, в сгоревшем давно доме. В общем, идти было некуда, потому и подался в большой город, но и там не слишком-то задалось». «Знаете, Петр, не стоит отчаиваться. Возможно, сюда вас привела сама судьба», — загадочно улыбнулась Наташа. Вечером, когда она выходила из ресторана, хозяин в это время закрывал двери, она наткнулась на Петра. Тот собрался проводить свою благодетельницу до дома. Наталья смутилась, но позволила ему это сделать. И вскоре такие прогулки стали для них традицией. А Петр начал работать вторым официантом в их ресторане, в одну смену с Наташей. Молодые люди проводили столько времени вместе, что просто не могли остаться друг к другу равнодушными. Петр признался в любви первым. Наталье не осталось в долгу. Бывшая бродяга легко и просто покорила ее сердце. И сделал любимое предложение в день Святого Валентина. А она ответила согласием. На свадьбе в ресторане, где работали молодожены, было много гостей. А среди самых почетных можно было заметить и Вячеслава с Кирой. Они попеременно следили за двойняшками, которые пока были слишком малы для полноценного участия в празднике. «Подумать только!» – шепотом сказала подруге на ухо Наташа. «Еще год назад все это могло показаться сном. А теперь я выхожу замуж, а ты уже в браке и нячишь сразу двоих детей». «Да, интересный год выдался», – рассмеялась Кира. «Свадьбы и разводы. Меня чуть в тюрьму не посадили. Зато со Славкой познакомилась», – парировала подруга. «Мне кажется, это неплохая компенсация. Муж у тебя чистое золото. Мой, впрочем, не хуже». Наташа с гордостью посмотрела на то, как Петя с легкостью укачивает на руках одну из малышек. Со второй в это время возился Вячеслав. «Когда-нибудь у нее тоже будет свой ребенок. А, возможно, уже и сейчас носят его под сердцем». Наташа улыбнулась и пошла общаться с гостями. Кира же смотрела на празднующих людей и думала, что хочется домой. День был слишком насыщен событиями. Стоило ей зевнуть, как рядом уже оказались муж и сын. Оба тоже готовы были ехать. Кира улыбнулась. Они были настоящей семьей. Без преувеличения. О бывшей муше я больше не беспокоил. После вмешательства правоохранителей Артем выплатил ей полную сумму компенсации за дом, фирму и другое имущество. Алименты в оговоренном объеме тоже начали приходить. А на полученные деньги Кира, наконец, купила тот самый приглянувшийся ей домик. И на лето семья перебралась туда. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго.